Добрый день, меня зовут Мария. Вот и подошел у нас к концу месяц ноябрь. Пришло время мне подвести свои вышивальные итоги. Как я повышивала в ноябре, что я сделала, чем у меня этот месяц выделился по сравнению с другими месяцами этого года. В общем, ноябрь у нас начался достаточно страшно, скажу честно. У нас в ночь с 1 на 2 ноября был страшнейший шторм. У нас два региона во Франции осталось без электричества, то есть у нас было 85 тысяч домохозяйств, которые остались без света. Кому-то свет дали через 3 дня, кому-то через 2, кому-то как нам через 5, а кто-то еще и неделю и более сидел без света. То есть был какой-то страшный шторм, валило деревья, то есть у нас все дороги были перекрыты, потому что деревья, которые росли вдоль дороги, они все были повалены. В общем, два региона, Британия и Нормандия, вот попали в этот шторм. Мы, естественно, так как я проживаю в Британии, мы, естественно, тоже попали. Мы были заблокированы на нашем участке, нам помогли выбраться фермеры, то есть нам попилили там бензопилами. В общем, мы были совершенно не готовы к этому делу. Но теперь мы готовы. Мы теперь знаем, что такое шторма. Причем, вы знаете, мы думали, ну ладно, это вот где вот раньше мы жили, там же океан у нас. Вот там, скорее всего, и будут разрушения. А здесь-то лес, гора, здесь как раз нам ничто не грозит, и вот мы ошиблись. Как раз где наш предыдущий дом, там и свет был, и, ну, очень мало, очень мало там деревьев было упавших, то есть мы проезжали, смотрели. А вот в новом доме как раз вот, да, вот в этом регионе здесь вся сила удара, шторма пришла вот именно на него. Я в конце этого видео, как обычно, вставлю, да, кому будет интересно посмотреть вообще на масштаб бедствия, который у меня в парке. То есть, пожалуйста, досматривайте до конца, и там я вам покажу все во всей красе. То есть, в общем, сейчас весь ноябрь, и я так думаю, что это не только весь ноябрь, но это будет всю зиму теперь. Мы вот до обеда мы дома, делаем дела, а после обеда, вне зависимости от того, дождь, не дождь, плохая погода, неплохая погода, одеваем куртки, одеваем на себя теплые вещи и выходим работать на завалах. То есть, муж у меня бензопилой все это дело пилит, а я в полейнице все это дело укладываю. В общем, веселились весь ноябрь. Ну и, естественно, благодаря тому, что пять дней мы были без света, естественно, пять дней я вообще не вышивала. То есть, было не до этого, как сами понимаете, не до вышивки. Причем у меня же все работы достаточно на мелком каунте и как вышивать, если я могу вышивать только даже днем, я вышиваю при искусственном освещении дополнительном, который у меня сверху вот так вот над вышивкой находится лампа. Ну, несмотря на все на это, дали свет, да, и я закончила свою работу от Савиного леса. Чудо-юдо-рыба Кит. Вот она такая классная. Это моя третья работа из этой серии. Их, по-моему, четыре работы, но у меня три. Мне три достаточно. И в общей сложности это моя пятая работа от Савиного леса. То есть, моя русская стена, где будет висеть вот эта вот работа, она готова. Единственное, что мне нужно, привезти раму. Рамы уже у меня для этой работы сделаны и куплены, да, оплачены. Она лежит дома вместе с музейным стеклом. Просто в последний раз она у меня там повесов в чемодан никак не заходила. И, то есть, и все, нужно будет натянуть и повесить. Все остальные четыре работы уже на стене висят, и вот только вот не хватает вот этой вот последней. То есть, у меня висит на стене Кот Баюн, Змей Горыныч, и вот так вот, да, Змей Горыныч, Кот Баюн. И вон будет висеть Чудо-Юдо Рыбы Кит. И также у меня Царь Кощей и Снежные Королевы тоже уже на месте. Давайте сейчас вам покажу, какие у меня остатки. Остатки у меня вот. Я в этот раз вышивала, честно, вообще не экономила. Вот такими кусками выкидывала, потому что, ну, куда мне их, куда мне их девать, эти нити я использовать не буду. Ну, положу, не знаю, может у меня кто из подружек, Савина Лес, я на виду нитки нужны будут для какого-нибудь сэмплера. Вот, да. В общем, а все остальное схемой я не пользовалась, так как у меня был куплен набор, мне выставлен на электронную почту ссылку для электронной схемы для САГИ. В общем, это все сейчас пойдет у меня на свалку, но вот это пока вот временно отложу, да, потому что вдруг действительно кто-то у меня из подружек моих вышивает что-то по схеме Савиного Леса, может быть, где в совместниках там участвует. Ну, нужно, в общем, спросить. Оставляла специальную коробочку, чтобы показать красивенько, красивенько показать. Ну, в общем, вот он, мой чудо-юдо, рыбакит, красавица моя. Вот пушек не хватает. Корабли-то есть. Чтобы такие пушки палили с пристани. Почему-то, не знаю, вот пока вышивала эту работу, у меня постоянно стихи Пушкина в голове вертелись, да, вот детские сказки Пушкина. Не знаю, почему-то так она у меня навевала. Такие ассоциации. Красивая работа, красивая. Чисто такая русская. Вот мне этим эта серия и нравится. Она такая, она прям наша. Она вот, наши мотивы, наши сказки. Она вот, она вот такая русская-русская, вот эта серия. Мне очень нравится. Прям потрясающе. В общем, сейчас убираю пока в рулончик, а там, как только привезу раму, так сразу ее и оформлю, и повешу. Рама есть, лежит дома, лежит дома, но в Самаре. В общем, это что касается Чудо-Юды. Да, еще вот хотела сказать, в ноябре у меня были старты. То есть, то, что я стартовала в ноябре, у меня была неделя практически стартов. То есть, количество работ большое я стартанула. Я их в это видео включать не буду. Это будет отдельным видео старта ноября. Поэтому, кому интересно посмотреть, чем я еще занималась в ноябре, потому что это неделя, это неделя труда, это неделя вышивки. Да, просто не вижу смысла объединять два видео. Пусть это будет два разных видео. Старты ноября и итоги ноября. И кому интересно, пожалуйста, проходите, смотрите еще другое видео. Так, это вот, ладно, не хочется мне ее совсем из кадра убирать. Она такая красивая. Красивая, китеныш, китеныш. Далее, чем я еще занималась? Я еще вышивала вот этот вот набор. Это Крафтинг Спарк. Называется Кардиналы. В общем, здесь только крест. Но, как я и говорила, я здесь люблю от себя тяну в этом наборе. То есть, я закончила вот этого Кардинала. Он у меня был не вышит. Я его закончила. А, да, вот, кстати, я обещала. Да, мне сказали. Маша, озвучивай количество крестиков. Потому что будет понятно, сколько было на начало месяца. Как выглядит работа сейчас. Чтобы было понятно, сколько отшито. В общем, вот на Чудо-йоде у меня вышилось 4290 крестиков. Как выглядело на начало работы, я вам сейчас покажу. На начало месяца. Так, как выглядела вот эта работа на начало месяца, я вам сейчас тоже вставляю. Ну, здесь количество крестиков я вам сказать не могу. По одной простой причине. Потому что у меня нет саги. В общем, здесь я что сделала от себя тяну? Бисеринки пришила в центр. И клейником вышла вот сами крестики и лучки. Так. У меня уходит свет. У меня уходит солнышко. Ну, хотя, в принципе, нет. Хотя, в принципе, хорошо видно, да? Передает. И вот так же вот здесь, вот видите, вот три звездочки я пришла. Вот эти они. Прямо как вписались, как будто здесь и были, да? Как будто они здесь и были. В общем, такие три звездочки. И вышла полностью вот этого кардинальчика. Здесь у меня кренник. Я добавляла тоже от себя тяну, да? То есть я здесь брала одну нитку по ключу и одну нитку кренника. И вот здесь также одну нитку по ключу и одну нитку кренника. Сейчас скажу. Покажу, какие. И опять-таки, почему я этим занимаюсь, да? Вы скажете. Вот почему бы не вышивать. Ну, во-первых, потому что у меня это все валяется. Понимаете, ребят? У меня это валяется там со времен мандалы, со времен... Там, господи, помнеробили, лавандер эндлейс. Вот это вот все. Все это лежит. Зачем это лежит? Непонятно. А это я пустила в тело. И у меня будет очень красивенько смотреться на елочке, переливаться. То есть вот такой вот кренник я добавила. ПП-11. Вот в темно-фиолетовый. И вот такой вот... А, Рэнбол Гориле. И вот такой вот кренник 0,24 я добавила вот в розовый. Ну, в общем, получается так нарядненько. Получается новогодненько, блестященько. Так, давайте, может, включить это. Вот видите, переливается как хорошо. И так же, что еще вот здесь, видите, у нас должны быть по ключу вот такие вот, как в колокольчиках, да, вот язычки вот эти вот для колокольчика. Я их убрала. Почему? Потому что я сейчас этого сделать не могу. Но когда я буду собирать игрушку, вот именно вот собирать уже, вырезать, с обратной стороны приклеивать фетр, и я вот здесь настоящие колокольчики повешу, выведу просто. Либо на веревочке, я вот думаю, вывести, либо у меня есть проволочка, либо на проволочке. Но я хочу вывести сюда настоящие колокольчики. Поэтому я здесь их, видите, убрала. Ну, это опять-таки, ну, хочется мне, да, вот так вот замудриться, что-то добавить, чтобы блестело, чтобы красивенько. Ну, почему? Вот в Милхилле они же всегда какие-нибудь штучки-дрючки используют. Ну, почему бы в этом наборе мне бы не использовать что-нибудь, да? Здесь вот у меня вот такие вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Савина Лес. Это сила. Это сила, а не магниты. Здесь у меня вот такие вот звездочки, здесь у меня вот такие, здесь у меня вот колокольчики. Также вот бисеринку вместо глазика добавила, да, тогда должен был быть крестик. Был бы у меня что-нибудь синий креник, я бы, наверное, может быть, еще в бантике бы и синий креник добавила. Но у меня синего нет, а тут сиреневый готов был с розовым. Я его вот сюда вот пусть блестит. Новый год же. Новый год. Вот. В общем, мне осталось вышить еще одного кардинальчика. Вот этого, да. Пошло еще разочек. Вот этого кардинальчика мне осталось вышить. Здесь я говорила, что у меня вместо вот этих вот ягодок я хочу сюда бусины. Я уже бусины купила, бусины пришить. Я, скорее всего, ягоды-то вышью красным и вот на красные наложу бусины, чтобы если вот так вот придется, вот игрушка будет же она с разных сторон, да, чтобы не просвечивала белая пластика, а была как красная подложка, скажем так. В общем, это то, что касается вот этого набора. Далее, что еще я вышивала? Я говорила, что вот из этого у меня не журнал, у меня, да, мне девочка скинула, подружка моя, и мне понравилось. И я заказала несколько заготовок, не все, а вот несколько, то есть я заказала вот здесь вот эти вот, вот эти заготовочки, 4, и с обратной стороны я заказала вот эту, вот эту и вот эту заготовочку. В общем, всего 7 штук. 4 я уже вышила, то есть вот этот лист, который я заказывала, я вышила. Сейчас вам покажу. Так, у меня вот хранится в коробочке из-под коньячка. Это не реклама коньячка, нет, нет, это просто реклама коробки. Она такая классная, что я ее вот этим, опа, приспособила. В общем, у меня был не вышитый вот этот снеговичок, я его вышила. Я сюда пришила вот такие жемчужинки. Они у меня тоже оставались после одной из вышитых икон от образа в каменьях. Они вот лежали-лежали, ждали своего часа, остатки, да, вот я их сюда вот приспособила. Как я и говорила, я пока не оформляю, вот не делаю вот такие вот всякие штучки. Я хочу вначале вышить все семь заготовок и после этого я буду уже вот там, буду уже оформлять вот здесь всякими бантиками. То есть вот эти две я уже показывала. Вот, и также я вот вышила с нуля вот этого Дед Мороза. Конечно, там для американцев это Санта, но мы русский, у нас Дед Мороз. И также вот, видите, я вышила вместо крестиков. Крестики должны были быть такие серо-голубые. И я подобрала вот таких хрустальные бусины. Опять-таки от образа в каменьях у меня остались. У меня получается, видите, здесь вот такие бусины, они вот такие припылено-розовые. А здесь вот серо-голубые они. А здесь у меня такие же зелененькие. Мне кажется, такие они все-таки атмосферные игрушки получаются. Вот эти вот деревянные, да, такие прям ретро. Прямо вот ретро-игрушки. Они, конечно, вышиваются, это вообще по идее на Инде. Но я заказала вот заготовочки. И, в общем, у меня осталось раз, два, три. Три заготовки. То есть по-хорошему мне за декабрь нужно вышить три заготовочки. И вышить вот этого кардинала. И тогда, получается, я с планом справилась, который сама себе поставила. Хотя у меня, конечно, не было такого в планах, что вот прям вот обязательно все заготовки вышли. Ну вот как-то вот они, знаете, так хорошо пошли. Они так хорошо пошли. Давайте выключу свет и покажу еще одну работу, еще одну елочную игрушку. Это как раз из планов, из стартов ноября. То есть я стартанула в ноябре. Я стартанула 26-го числа. И сидела, делала монтаж. И пока делала монтаж старта ноября, я эту работу довышивала. То есть это было уже не 26-го, а после. Вот. Довышивала и оформила. В общем, вот. Вот такая у меня буква Ви. Она выполнена в технике Глязик. Я ее оформила. Я вот пришила вот такие вот блестюшки с бисером. С обратной стороны она такой же лен, как и вот с лицевой. Вот честно, она, конечно, как-то из кислотности уходит вот на камере. А вообще очень такой, знаете, вот красивый вот такой благородный цвет. И красный он больше такой, знаете, оловинный такой, какой-то он такой вот, ну, тяжело. Не знаю, почему вообще шелк вот этот вот выросло. Он очень плохо передается на видео, очень плохо. Не знаю, почему, с чем объяснить. Может, что-то он такой блестящий, бликует или что. Я не знаю. В общем, вот еще такая буква Ви у меня вышилась. Еще одна буковка в коллекцию на мою елочную. На мою елку, да. Мою коллекцию елочных игрушек. Не знаю, может, стоит мне в декабре снять действительно видео в моей коллекции елочных игрушек. Хотя она у меня, конечно, маленькая. Смотришь, девочки, там, по 60 штук, по 80, по 100. У меня очень маленькая коллекция. Потому что я в самом начале пути. Моя собачка еще не успела подрасти. Вот поэтому. Хотя, в принципе, не знаю. Ну, посмотрим. Надо дожить, как говорится, до. Закончить вначале нужно то, что у меня начато. Да, вот закончить те елочные игрушки, которые у меня начаты, оформить и потом уже посмотреть. Есть смысл снимать такое видео? Нет? Хотя, не знаю. Скажите, напишите мне, что вы про это думаете мне. Конечно, если вам хотелось бы увидеть такое видео, я обязательно сниму. Хотя, вы знаете, у меня сейчас, конечно, вообще проблемы с интернетом ужасны. У меня и так в новом доме был ужасный интернет. То есть, как-то видео два, раз в два я грузила видео по пять, по шесть часов. Потом я поняла, что это, ну, это нереально. А сейчас, вот после вот этой вот аварии, после этого шторма, у меня вообще с интернетом какая-то огромная печаль. И мы с ним не дружим вообще никак. То есть, видео вообще не грузится. Мне приходится видео грузить, ехать на свое предыдущее место жительства, загружать там, ну, вы сами понимаете, 40 километров туда, 40 обратно. Ну, как-то странновато, да, чтобы загрузить видео. В общем, ну, пока я в тот дом-то езжу, поэтому я могу себе это позволить, потому что я туда по делам езжу, да, заодно и видео подгружаю. А вот так, я не знаю, конечно. Сейчас пытаемся уладить все эти проблемы с интернетом, но это очень тяжело. Очень тяжело. Поэтому мне очень хочется снимать сборные солянки. Я вам объяснить не могу, я так соскучилась. Ну, почему-то вот хочешь снимать сборные солянки сейчас. Ну, а как? А как грузить? Грузить не могу. Плюс ко всему, у меня интернет сейчас лимитированный. То есть, у меня полмесяца проходит, а мы уже все свои гигабайты съели, как говорится. В общем. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет в декабре у меня. Ну, видео об игрушках и итоги года-то я точно загружу. Ну, даже если придется ехать в старый дом. Поэтому, да. Если хотите, я сниму. В общем, это то, что касается у меня таких маленьких работ. Да, маленьких работ, маленьких финиш. Сейчас давайте перейдем к моим большим работам. Итак, что еще я вышивала? Я вышивала икону, отобразав камень, но немного. Честно говоря, немного. То есть, вот здесь я вышила обрамление лика, вышила волосы спасителя. И все. И все. Как-то вот. Ну, вот такой месяц, ребята, вот такой месяц. Потому что икону я беру с настроением, да, с определенным вышиваю. Ну, вот по утрам. Ну, вот как-то вот в этом месяце у меня не сложилось. Но еще раз говорю, да, я не тороплюсь. Я никуда не тороплюсь. Я стараюсь, я аккуратненько, потихонечку, с чистым сердцем, с чистым душой, стараюсь вышивать эту работу. Вот. Давайте покажу поближе. Вот. Все работы я стала, знаете, как, все работы я стала защищать вот таким образом. То есть, я купила пленку в школьном магазине, да, где-то все для школьников продают. Это они книги заворачивают, эти пленки. И вместо того, чтобы закрывать все сейчас полотенчиками, как я это раньше делала, да, вот работу отложила и закрыла, чтобы не пылилась. Я сейчас закрываю такой пленочкой, то есть, она не пылится, но я работу вижу. У меня вот не такого впечатления сейчас дома, что у меня, знаете, как вот, когда вот заброшенный дом, и люди уезжают, да, жильцы из него уезжают, и всю мебель, все закрывают белыми какими-то вот простынями. То есть, у меня не такого впечатления, когда я сейчас в кабинет захожу, что у меня заброшенный дом. Я вот такими разрезала по длине, которую мне надо, и работу вижу, и работа у меня не пылится. Следующая работа, которую я вышивала, это у меня многоцветка творческой мастерской артель Берл Кролик. Это у меня двое под дождем. Про нее тоже могу сказать, сколько я вышла, потому что здесь у меня, как говорится, есть сага. Здесь я вышла 6892 полукрестика. Как выглядела работа на начало месяца? Сейчас фотографию вставляю. То есть, у меня вот эта вот, вся вот эта вот часть, вот эта вот, она прибавилась. Я считаю, неплохо, неплохо для того, для такого месяца сложного, как ноябрь, где у меня были старты, где у меня очень много теперь работ в парке, потому что, ну просто, потому что надо все эти дерева, как говорится, по кучкам распиливать и растаскивать. И плюс ко всему, ну да, месяц стартов еще, то есть, вот неделю я стартовала, это тоже, это большое дело. То есть, вот, я сейчас работаю вот в этом месте, вот в этом месте. Вот, у меня уже первый фонарик, вот здесь он, видите? То есть, по идее, вот этот вот фонарик, у меня вот здесь. Вообще, я выделяю всегда участок 10 на 10, вот так вот, да, и иду. Потом еще прибавляю, еще 10. Ну, если я вижу, что у меня вниз идет ниточка, нитка на иголке осталась, я ее продолжаю. Ну, а здесь у нее, конечно, хочется, я периодически здесь повышеваю, и иду к фонарику возвращаю, здесь я самостоятельно возвращаюсь к фонарику. Почему? Потому что, ну, показывая вам вот это место, кроме, как я уже говорила, да, кроме того, что это ярко, сочно, красочно, я ничего сказать не могу. Ну, это, конечно, да, это цветотерапия шикарная. И поэтому мне, конечно, хочется вам хоть какую-то деталь показать, что, да, есть фонарик. И, ну, конечно, вот эта работа, она мне уже очень нравится, он у меня заходит, когда я вышиваю. Он смотрит, ты наш вышиваешь? Ты нас? Я говорю, да, да, нас. Продвигаемся, продвигаемся. Сейчас у меня ровно 10% на этой работе. То есть, вот у меня вот здесь вот, вот, это край. То есть, где-то вот здесь, вот у меня середина. То есть, как только я вот до 27 дойду, это будет ровной середины, да, ось работы. Ну, красивая, конечно, красивая. Ну, такая, кропотливая, да, кропотливая. Она того стоит, она того стоит. То, что вот уже получается, я вижу. Я вижу, мне прям очень нравится. Мне очень нравится. Ну, и, конечно, работать с этой цветовой гаммой. Это просто фестиваль. Просто фестиваль. И еще, что я делала, но делала я мало, вышила я мало. Это то, что я прохожу в обучении в школе, в вышивке, да. Это техника, бретонская техника региона Британии, во Франции. Это называется по-ан-бегудан. То есть, вот я ее вышиваю, кстати. Вот сейчас давайте я вам покажу. И тут шелку. Это, ну, это Люба. Вышивается на шерсти. На шерсти с подложкой вот здесь вот. Видите, вот изнанка жуткая. Просто жуткая изнанка. Ну, ладно. Вот эта нитка, она просто в три раза толще, чем вот, когда я свой глазик вышиваю. Конечно, я когда взяла свой глазик, я поняла, что я по нему соскучилась. Просто безумно. Ну, вот это вот у меня идет прям, честно, со скрипом. Со скрипом. В прямом смысле со скрипом. Потому что очень тяжело игла проходит с этой ниткой через шерсть. Постоянно пользуюсь кусачками. То есть, я выдергиваю иглу вместе с нитью. Это, конечно, не удовольствие. Это каторга. И причем преподаватель говорит, что вообще эта техника, это мужская техника считается. Мужская вышивка, мужская техника. Но я понимаю, почему. Потому что действительно нужны сильные мужские руки, чтобы продергивать иглу. А вот мы девочки, там мы женщины, которые вот вышивают сейчас вот это вот. Мы все сидим с кусачками. Все с кусачками. Я считаю, что все-таки вышивка должна приносить удовольствие. А не вот это вот не такое себе. Вот. Поэтому. Ну, ладно. Освоили, попробовали. Узнали, что это такое. На этом я, как говорится, с этой техникой, скорее всего, распрощаюсь. Естественно, что я ее буду применять. Ну, где золотое шитье. Вот там она будет хорошо смотреться. И я видела, да, действительно. Вот эта техника, она в сочетании с золотым шитьем, она смотрится потрясающе. Ну, вот чтобы вышивать себе пояса, как у нас сейчас девочки делают по пояса себе, знаете, такие красиво, конечно, смотрятся. Такой пояс вот в таком вот прям длинный такой, знаете, на черном вот этим вот либо золотой ниткой, либо вот оранжевый, как у меня. Смотрится, конечно, шикарно. Но нет, я не готова на такой подвиг расшивать себе пояс. В общем, ну, вот, в принципе, и все, что я хотела сказать, показать и рассказать. Сейчас я вам поставлю масштаб своих бедствий. Да, вы можете посмотреть, что у меня творится в моем парке. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, крепкого здоровья. И до скорых встреч в ноябре, в декабре. В декабре я не буду снимать итоги декабря, я буду снимать итоги года. Надеюсь, они у меня будут хорошие. Но я так уже думаю, что они будут у меня хорошие. Ну, до скорых встреч, до свидания. Хочу вам показать, что случилось. Сегодня у нас 2 ноября. Нас вот уже неделю предупреждали, что будет ураган. Ураган затрагивал как раз вот Финистер. Регион, да, по-моему, Коддармор еще затронул. В общем, какой-то страшный ураган шел. Вот видите, мы теперь выехать. Зато мы не можем в дорогу. Дерево завалило. Вот дерево, оно было высотой выше вот этого. То есть здесь у меня где-то там типа бассейн было. И статуя стояла. Вот не знаю, теперь стоит, не стоит. Если она упала прямо на эту статую, тоже не стоит. Ну, я вообще... Не, не стоит уже. Все. Все, статуи не будет. Вот такие у нас разрушения. Представляете? Ураган Сиару. Да, о, вон, вон, видите, камни. Понятно, у меня здесь конкретно все разрушено. Весело будет, будет весело. Короче, 150 от 150 до 170 километров в час. Ураган какой-то страшеннейший. Представляете? Все, мутирь. У меня только вчера вот кот здесь гулял. Только вчера он у этого дерева тусил. Трагедия с другой стороны. В общем, дороги. Кусок земли, вот этот вот кусок земли, он выше меня раза в два. Наверное, полтора точно. То есть корни вместе с корнями. Вообще, обалдеть. Представляете? 150-170 километров в час. Обалдеть. Корни выкорчевывает. Пойду дольше поглядывать в свое владение. В общем, беды на этом не закончились. Вон, куля, с ласкаром. Еще одно дерево огроменное. И тоже, видите, от корня. Вообще, обалдеть. Следующие беды. Ну, конечно, идет все кажется маленькими такими, да? Ну, нет, это огромные дерева вековые. Вот еще, видите. Опало. Опало. Охо-хо-хо-хо. Сколько работы. Бог ты мой, сколько работы. Все это распилить, все это разложить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На всю зиму. Так как мы... Может, только на выходные может этим заниматься. Ой-ой-ой-ой. Зато сколько шелков можно будет потом пожарить. Да? Вот так вот. И здесь у меня тоже огромное дерево упало. Вот видите, вот. Какая огромная-огромная сосна. Вот здесь была такая же огромная. Остался вот такой. О, боже мой. Да сколько работает у нас. На всю зиму точно. Страшно. Это наш лесочек. Это наши дерева. Ого-го-го-го-го-го. То есть вот ствол. Вот. Громинный. Я вот этвумя руками не обхвачу его. Такое дерево грохнулось. Вот видите, какое красивое. Как жалко. Как жалко. Это вот наш лесочек. Наша часть. Какашка моя вон толстый бегает довольная. Ему все хорошо. В общем. На велосипеде сейчас муж ездил. В город. Город остается. Ну, приличное расстояние. Ближайшая деревня без электричества вся закрыта. И город закрыт. Все закрыто. Ничто не работает. Хотели купить электронную вот эту вот. Потому что на машине тоже выехать не можем. За счет того, что все завалено. А наши электронные пилы и это... Ну, бензопила. Не электронная, а бензопила. Наши бензопила, они остались в старом доме. Потому что мы думали, что там в основном будет весь удар. И там придется очищать. В общем, мы были готовы в этом доме пережить ураган. Жарко. Мне вот это дерево жалко. Ой. Дошла до дороги. Тихо. С одной стороны. С другой стороны. В общем. Как тебе не стыдно? Скандалист. О, машина приехала. Может быть, это машина, которая будет разгребать. Итак, друзья. Прошла ровно неделя. После шторма. Показываю. Работаем каждый день. Показываю вам прогресс. Каждый день после обеда. Вот у меня до обеда муж на работе. После обеда приезжает. Мы вот выходим. Он бензопилой пилит. Я все дело в штабеля укладываю. И вот в грузовичок. Это наш обшарпанный, наш старенький грузовичок. Как я его люблю. Ребят, мой целый дом. Мы очистили три этажа благодаря вот этому грузовичку. Мы наполняли такие мешки, такие сильные мешки, которые выдерживают много веса. Мы наполняли их всевозможным цементом, кирпичами. То, что со стен сбивали. Наполняли грузовичок и вывозили на свалку. А сейчас он нам служит для парка. Не истери, пожалуйста. Истеричка моя. Видите? Это надо, потому что играть с ним. А сейчас вот наполняем веточками. То есть вот уже два грузовика вывезли. Это третий сегодня поедет. И вот они мои веточки. Ну-ка, тихо ли, Оскар. Нельзя. Нельзя так себя вести. Толстая какашечка. Ты посмотрел. У тебя попа уже шире плеч. А что с губой-то? Что ты ее приквесил-то от возмущения? И вот я хочу сказать, мы пока только в одном месте работаем. Вот работаем вот там. Это место самое важное. Потому что здесь вот выход наш к воротам. И здесь у нас пассаж для трактора, который нам пилит, ой, косит траву везде. И вот в общем, я вот эти ветки все сюда складываю. После этого вот в грузовичок. Свалка здесь просто работает всего три дня в неделю. Поэтому каждый день в грузовик мы отправлять не можем. И вот. Муж пилит. А Маша штабеля укладывает. Пожалела я. Вот в этот раз я поняла, что нам не хватает для полного счастья в этом доме. Нам не хватает баньки. И знаете, такой русской баньки. Не вот эти вот сейчас все фердепердозные сауны. А вот именно вот такая вот банька нужна, маленькая. Вот именно вот на такой момент, когда отключается отопление, отключается электричество. У нас просто еще, ну, как это называется, господи, газуаль, дизелем топим дом. Вот. Но завязано все на электричестве. То есть если нет электричества, имея полный бак дизеля, мы все равно дом отопить не можем. И то есть в этот раз я поняла, что такое, жить неделю почти, ну, пять дней мы вот жили без света, без отопления. То есть была бы маленькая такая баничка, такая вот такая баничка маленькая, как вот раньше в деревнях было, где помылочное отделение. Там же, где котел, где парилка, все это вместе. И вот прям вот мне нужно вот такую вот, вот маленькую такую баньку, чтобы в одной комнатке кровать или диван раскладной, да, вот на такие вот случаи, когда вот нет тепла и света. А в другой вот просто было помылочное отделение. Ну, в общем, дай бог даст построим. Ну, дрова вот уже, во всяком случае, есть на баньку. Ну, у нас еще, конечно, камин, поэтому, да. Вот. И вот показываю. Объем работы. То есть у нас работы на зиму, на всю, скорее всего, потому что у нас в трех местах еще, где мы не приступали. То есть это вот четвертое место. Здесь мы начали разгребать, а еще есть три места, где мы не приступали. И, о, уже четыре минуты наболтала. И еще скажу, давайте, одну вещь. Вот у меня, видите, беда. Я показывала здесь, да, статуя стояла. В общем, мне ее совершенно не жалко, ребята. Потому что я каждый раз на нее смотрела и думаю, ну, кто ее сюда поставил? Ну, вот кто? Потому что здесь вот парапет тоже, который странный. Прям странный, потому что сюда, чтобы зайти, это было невозможно. Это надо было через вот какую-то вот узкую вот здесь вот щель пролезть. Мне кажется, здесь вот это вот парапет не нужно совершенно. И статуя здесь совершенно не нужна. Поэтому хай бы с ней, как говорится. Конечно, и по-хорошему бы ее вот можно было бы переставить вот туда. Но там вроде как бы по идее должен быть фонтан. Но мне, в принципе, нафиг не нужен фонтан. Да, это электричество лишнее. Да и вообще, вот если бы статуя там стояла посередине, я бы могла понять. А так мне, в принципе, и ни фонтан не нужен, и ни статуя не нужна. Я все говорила, вот сюда поставить какую-нибудь, я не знаю, лавочку хорошую. Чтобы сидеть, смотреть на воду, чтобы здесь у меня цвели нимфеи. Книжечку читать, вышивать, да что угодно. Такой полный релакс. Но здесь нет, здесь стояла вот эта вот громоздкая бабища полуголая. И, в общем, и все. И ни лавку не поставишь, ничего. И не зайти сюда невозможно было. И слава богу, я вот еще мужу говорила, давай, начинай мне делать бассейн. Потому что мне нужно было, чтобы он мне сделал, знаете, по системе, как вот ванну наполняем. И потом ее сливаем, такую пробку вытаскиваем, чтобы раз, вода вся ушла. И здесь мне нужна такая же пробка, чтобы вот была вот в стене, чтобы я раз так вытащила. Вода сошла, я почистила его там раз в два года. Дно заново наполнила, опять у меня цветочки цветут. Вот ладно, он это делать не стал. То есть он мне вот эту пробку должен было сделать. И как прорезиненное дно, чтобы вода не уходила. То есть вот выложить вот это вот прорезиненное и залить такой штукой. В общем, ладно, это не сделал. Представляете, если бы он это сделал сейчас вот это вот. Да. Ну ладно. Все со временем сделается. Сейчас вот непредвиденные работы. Просто непредвиденные работы. Пилим дрова, укладываем в полейнице. Я вон второй слой начала укладывать. Первый выложила, теперь второй. Конечно, у меня здесь не должно было быть по дизайну полейницы. Ну, ребят, ну, таскать бревна мне сюда, как бы не ближе, не свет, да. Вот отсюда. Потом их очень много. Мне еще вот я там однозначно еще одну полейницу буду выкладывать. Вот это вот земля, вот стоит корни, да. Вот видите, просто перпендикулярно встал кусок земли. Просто перпендикулярно. Ну, а так, в принципе. Ну, а с другой стороны. А может, так и было задумано, чтобы вот по дизайну, чтобы у нас здесь была полейница. Ладно, истерить. Вот прям вот морда наглая, прямо замер, сопля с носа капает. Че у тебя носик капает, а? Че за сопельки? От возмущения? Это сопельки от возмущения? Один ляскорадуется в деревьям поваленном. Вот, потому что каждый день мы выходим после обеда, и он у нас вот за палочками носится. А у нас дожди, у нас есть сезон дождей. То есть мы вот в куртках, водонепромыкаемых, по два с половиной часа каждый день вот занимаемся под дождем вот этим вот делом. А ему хоть бы что? Ему хоть бы хны. Да? Смотрите, замер. Ой, мой деловой, деловой. Ну ладно, я отключаюсь, то и так уже вам парк показала минут на 30, наверное. Ну ладно. Продолжение следует...